Все в порядке. Отлично. Enter 1 SP1, но не shift. Сейчас мы время подстроим. Значит, если вы смотрите это в записи, у нас первая игра плей-оффа Кубка Мира, ну он же ESVC 2010, и играет наш соотечественник Дмитрий Костин, он же Happy, против корейского фокуса. Комментирует, соответственно, Пипс. 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 Паша. Михаил Мерчук. Да, есть такое. Первая карта TM. Сколько у тебя времени? Давай время подстроим. 13. У меня 14. С4, 55. Чуть-чуть ремоты на второй скорости. Слышит, пробел 2, потом слышит, пробел 1. Так не торопясь. Заставляешь меня нервничать. Нет, все в порядке. Отличный. Четверо, 1450. Все отлично. Итак. Хэппи у нас я видел со вчерашних игр, что он играет, к началу. Много пытался, пытается изменить, да, свою стратегию играть через харасичевого дека такого, который еще, даже, насколько я понимаю, не определяет скиллом особенно против эльфа, да? Против эльфа, да. Вот. А тут он пытается поймать плейтмастера на криппинге, но, зная фокус этого, бесполезно, я думаю, что будет бежать во все стороны. Смотри, Акалит наверху, как с Грантом. О, Гранта спалили! Он просто жирнее, чем Мак. Как бы Акалит просиснулся мимо монстров, а у Гранта плечи в ширине. Я пил в это время харасси дробов. Это вот очень, на самом деле, выгодная, очень выгодная затея, потому что в Орку очень часто не хватает дерева на Т2. Тем более, он, кстати, Грей сейчас замедлил из-за этого. Ему чуть-чуть не хватало. Видел? 188 леса, до 190 не хватало. И он... Сейчас уже все хорошо. Делаем нерубку на Мэйни. Второй секретарь после течи, то есть фаст течи и харасящи дек. Да. КПМ выбивает книгу. У нас заплыл. Выбить книгу КПД. Войска вступили в бой. Бегает. Вообще, я хэппи как бы должен знать, что именно сейчас этим занимается фокус. В смысле, был бегать там, он бегал. Понятно. То есть, чего он там хотел? От грантов побегать? С другой стороны, он же уже точно знает, что он там был. Почему? То есть, это все. То есть, ДК у него рассчитан на харас, получается, харас дерево, а не рабов. То есть, он хочет... И я думаю, что раз вот он харасит так сильно рабов и так сильно уделяет этому внимания, то на Т2 он еще придет, наверное, с гулями или с пауками. Мне кажется, с фендами. Ты помнишь, как он пушил? Ну, да-да-да, это хорошая идея, действительно. Тут все тело в том, чтобы вначале похарасить так, чтобы дерево было очень мало, а потом еще... То есть, вот смотри, сейчас у фокуса 124 лет, это вот 6. Этого даже не хватит на то, чтобы построить бестиарий прямо сейчас. То есть, только сейчас он может заказать бестиарий, а если он его закажет, то его отменят, то еще долго он его не закажет. А значит, здание, как правило, производящих два строят, либо же на Т2 еще строят. Ах, какой койл, ты видел? Успел в Бороу спрятать своего раба. Правда, у рабочего все равно, он бы не умер, у него 112 хп. Скорее всего, тогда будет лич с фростармором и пуш на Т2 с пауками. Не получается. У него нет зигуратов. У него нет зигуратов, и у него деньги точно под фаст Т3. Лича, смотри-ка, чик. У него было 26 лимитов, он отказался от чего-то. Я отказываюсь. Интересно хп играет, смотри, у него сейчас зигуратов на 30, он еще строит здание. Интересно, он играет, у него ДК первый против почти третьего БМа. Да, в начале. Интересно, он играет, он крепит пауками гнолов. Слушай, а узера есть? Я видел четкую надпись Single Illumination. Блин. А до двух же побед, правильно? До двух же, конечно, но... Такая стихическая отдача, безусловно. Ну и на чем с тем, ничего-то не отдал на самом деле, но выглядит очень печально. Посмотрел на эту черепашку ниндзя. Да. Ну, как бы я с Хэппи сам так играл, на самом деле, ему нигде там ничего не убили, он нигде ничего не потерял даже, можно так сказать. Ну да. То есть он так рассчитывал, получается. Он ничего особенного не убил, ничего и не потерял. По-моему, он ничего ни одного юнита не потерял. Поэтому... Ох ты, приходит Блэдмастер, сейчас ему нарезать буквально одного скелета, он будет третьим. Очень плохо. Тоже логично. А Хэппи просто крепится, ждет тележку. Почему он не заказывает тележку? У него 600 голды, алло. 600 на 400, 700 на 400, вообще ничего не заказывает. Да, это странно. Ну вот, заказал тележку, заказал ПВК, сейчас закажет Т3. Ай-яй-яй, сейчас может попробовать Блэдмастер убить голема. Светанул. Увидел же, увидел. Задел, задел, задел. Пипец. Все равно гули ударили по голему зачем-то. Да, непонятно зачем. И, ну хорошо, хоть инвол большой не достался Блэду, а то... А какой второй герой фокуса? Может быть, я начну болеть за него? Таурин! Да. Или Хэппи собирается сидеть на Т2? Очень странно, какая-то странная стратегия, то есть он собирается убить прокачанного БМа и Турена на Т2 с просто пауки-пауки-телеги, как и было раньше. Да, берет собой гулей. С первым, с первым заткнайтом. Не, ну сейчас он зеленую точку. А, он не сможет даже закрепить ничего. А, Орк все сделал грамотно, он закрепил все рядом с Мандедом. Угу. И Андеду придется максимум идти на... Хотя, смотри, если сейчас удачно подловит на этом магазине, без БМ и БМ далеко, Таурин близко, и если он сейчас проверит точку... Да тут вся проблема в том, что даже если он подловит, и даже если он убьет Таурина и пару грантов, все равно у него ситуация хуже. У него первого левела герой. Я понимаю. Татьяну, Татсмастера Татсмастер сам себе не подарок, он еще и третий, и с такими предметами. Вот сейчас увидел ДК, что... Дакой герой, такой герой, что ему не важен для его, важна его закупка, какие предметы, с предметами это все нормально. Вот ДК, второй левел, смотри, как хорошо. Ну, будем надеяться Граби вчера Такое дело Рукою хэпи получится Как раз раз, а почти такая Лимиту хэпи даже чуть-чуть больше Но опять же, главная проблема Это именно прокачанный БМ Таурин почти третий, ё-моё Таурин почти третий Да Вообще, одна экспострата Мы видим бесконечный абсолютно Фрост армор Ох, хорошая была сетка Закопка Еще магазина нету, если он зафокусит грамотно Блэйдмастера, то Если из этой драки Выбить Блэйдмастера в самом начале То орковская армия развалится А стомб хороший сейчас был, ну то есть наоборот Хороший для хэпи, ой, плохой сейчас Так, фокус не есть, ничего, когда бисом Да, и хэпи делает тп Ну что, все? Или еще вторая попытка будет, учитывая магазины То, что магазина нет Ну, с одной стороны, хэпи, насколько я понял, потерял двух гулей И одного паука, вот и битве Или двух паука О, двух, всего одного паука он потерял Но, с другой стороны, я так понимаю, что это была стратегия хэпи, рассчитанная на тайминговой пуш Да, почти улыновая Но, с другой стороны, опять же, ты верно сказал, что он ничего не потерял И, кроме прокачки, у него сейчас минуса нет А, глядишь, сейчас еще получит второго леча, получит как-нибудь третьего ДК Ну, вдруг А, да, но... Но? Но третий ТОРН Да И, фокус, вот, мне нравится его играть тем, что он Редко какой орк, что не говорите, не делает апгрейды на своих юнитов На грантов, на тех Мне кажется, что... В общем, апгрейды на грантов, это круто Угу У них и так большой дэмэдж, много жизней, и чем больше у них будет дэмэджи Жизней Сейчас мы поговорим Ну, я как орк, рассуждаю, да? Больше жизней Так, ТОРН забегает, смотри, сейчас будет стомп отличный на трех юнитов Бьют Бэма, Коил нового, у него есть инвул, он юзает инвул Стреляет по Кадою Фокус, кстати, плохо контролит Хотя, нет, неплохо контролит Я к тому, что он уже в который раз Кадоем никого не жрет Да, но с другой стороны, конечно, ТОРН это неплохо, но отсутствие Шедо Хантер позволяет быстро умирать Блэйдмастера А, окружил ТОРНчика! Потрясающе Красавчик Так, Блэйдмастер, Блэйдмастер Я думал, он, как раз, магазин, уж прибежит с инвулом, но не такой быстрый Минус ТОРН, сейчас почти 3 декабря А, уличая есть 15 декабря Большой инвул Так, теперь нужно Нужно телепортироваться, проблема в салютах, минимума, большая Да, минус Трифин, да Это без обратной ситуации можно было бы выиграть, если бы у Орка были герои, но не было бы Юнитов, а Вандеда были бы Юниты, но остался бы один герой, тогда Бовард мог выиграть эту ситуацию, но... Когда Вандеда добивает всех твинетов, остается живой Блэйдмастер Так что Блэйдмастера можно умереть, может умереть, да, есть Джин Бул и он застрял! Лу, лу, хэппи-дащи! Феноменальный, третий лич! А зачем он еще отдал этого, кмайка? Класс, слушай, сейчас два героя здесь все разрулит Реально все разрулит И гулии! Подходим, пацаны! Минус один рейдер, минус второй кружен. Минус второй рейдер зажали. Такой красавчик, а? В такой ситуации. Пытается кружить еще одного рейдера, да. Нет, не получается. Надо жрать, я думаю. А, Dark Ritual, это не от кого жрать. И тележку, смотри, обе тележки расконтролил. Рейдер там бежит, типа, сделается. Вот тележки, вот эти две тележки, которые шли, они решат игру. Ты понимаешь? Бежит на два героя, два героя. Как он отжал сначала? Грантов там с разных... В хорошем их можно не отпустить. Ну да. Ну, конечно, нужно нового для этого. Аура, окружили одного, надо сразу бежать дальше за вторым, по крайней мере, или в центру просто бежать, как думаешь? В центру, ну, наверное, нужно бежать сейчас прямо к входу на Орковскую базу, куда-нибудь туда, а не в центр. А, ну вот, Орк, выкупывал этот мастер. И Таурен у него уже вышел. 40 лимитов у него нормализовался. И это прекрасно, на самом деле, что он все выкупил, потому что за все это время, за все эти, наверное, минуту, да, или 40 секунд, пока они дрались, даже, наверное, больше Орк не мог построить одного юнита, потому что выкупал Блэйдмастера 4-го левела и постройка Таурена, это все, наверное, деньги, что он добыл за это время. Да. Но он еще крепится, смотри, собака. Зелезнь неуязвимость ему выпадает. Вот это плохой девайон для нас. Больше для него. Ахапис новый идет в атаку уже с арбой. С арбой. И сейчас... В фокусе есть, с собой замазка, есть, к сожалению. Но все равно гранат, рейдер не успеет замазать до полной. Сейчас Энгул, наверное, купит Хэппи, или Свиток, или Энгул. Свиток купил. Дестройер есть, отлично. С маной Дестройер. Я боюсь, что героев, а то он может здесь выиграть, но... Да. Геракил. Опа, Кодой, 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 очень удачно вышел Кодой. Давай, не жалей. Правильно, не жалей новую. Минус Кодой. Хорошо. Фокус по рейдеру. Надо убежать от Таурена, чтобы не было стомпа. Кличу забежали, стан на Лича. Эй, Свиток, бутылёк. О, Личи-Лича, Личи-Лича. Нету маны на Личи-Лича. Личи-Лича. Я вчера кричал, когда играл в Хэппи, Личи-Лича весь день. ИТП делает. Минус Грант. Минус Финт. Слушай, ну, хороший лимит. Это 34 на 36, не будь здорово. Двух рейдеров Хэппи Билл или одного? Двух рейдеров Кодой и Гранта. Гранта, да. Ну, всё прекрасно. Единственная проблема в Хэппи, почему-то. Точнее, понятно, почему, но очень сильно отстаёт в прокачке. Почему же? Почему же, реально? Не, ну, на самом деле, посмотри, почти 4-4, сейчас он красный точка закрепит, и всё будет хорошо. Интересно про юнитов фокуса, конечно. Что, два Гранта, один рейдер, или что? Нет, 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 так он продолжает, как бы, этот зоопарк, он начинает строить троллейхи Хэхханзов. Ну, против дестроеров, это, типа, нормальный контракт дестроером. О, Сайленс выпал сало! Надеюсь, что просто Хэппи нормально расконтролит, и Таурен будет негодовать. Кадабист лучше. Кадабист это вообще мегазверь, я знаю, как ты вис. С каким уважением ты относишься к Кадабисту? Да, 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 я очень уважаю Кадабистов. И вообще, армия 80 лимитов, одни грантов, и Кадабистов убивают там, да, да. Я искренне так считаю. Что, Гранты 3-3, и Кадабисты, Кадабисты убивают воздух, едят обомы, всё прекрасно. Войска обсудили в бой. Ну, ладно, мы потом обе море. Да, мы обсудим это. Четвёртый лит, четвёртый ДК, есть замена Дарк Рейнджерки. Может, что тут выпусти Хэппи? Хэппи. Я даже не знаю. Соби Маск. Пампиризм. Ну, это самый лучший момент, да. Ну, вот если вы играете орк на орк, и вы развилили лимиты 50 или 60, то вот когда такой предмет выпадает, можно в чат писать, операторник, пусть он выходит время. Время. Стратегия ещё строится. Кому бы так 30 прибавляется. Ваша армия. Ну что, ситуация нормализовалась на самом деле, то есть сейчас уже равный лимит, равный герой, равный шанс. А, фокус рассчитывает на... хочет потянуть по всей видимости. А скелетик его спалит. Халява. Собака. Ну, тут ситуация... Ух ты, ёл. Так. Спалит, спалит на ту пушку, и что дальше? Спалит и спланируют атаку. Спланируют атаку, то есть тут нужно дальше думать, что как... Зачем это вышка для... для затянуть игру, если затянуть игру, тогда Орка не будет вжечь время дополнительных юнитов. А если... Сейчас будет продолжаться. Смотрите, никого она не будет. Ну, надо просто следить, смотреть, будет ли там Tiny Great Hall. Сейчас хэппи нужно фокусно по герою, вы поэтому по юниту. Крип же, а сейчас будет садя. Есть, взял амулет маны, взял амулет. Телепортируйся, телепортируйся, дядя. Личи, личи, личи. Там критовал, ты видел, уже замахнулся так на Лича. Но на самом деле Лич бы не умер, у него 280. Я бы нажал не умер, но все равно. Я вообще смотрел на Хэппи. Нет, все-таки фокус рассчитывает на долгую игру. А вот Хэппи идет ставить экспанк, кстати. Смотри, какие девайсы хорошие. Лич жирный, 900 хп. Есть Сайланс. Он продал амулет маны. Я знаю, какой вопрос мы зададим Хэппи, когда если вдруг будет возможность. Потому что он... Кто-то его первый продал. Его, Виолетт его первым продал. С Тауреном пятого левела. Ну и ты правильно, зачем нам имба? Не, ну... Иногда просто не понимаешь людей. Особенно про геймеров. Я думаю, люди себя не понимают, когда это делают. А посмотри, какой Таурен бронированный. Ну, тут главное кидать нормально Сайланс, на мой взгляд. И его наполовинку уже можно будет законтрить. Нет, я о двух трубах, которые у него в интерьере. Трубах? А, ты про. Ну, дудки. Может, он их выше вставляет. Надо Блэдмастеру одну передать. 54 лимита у Хэппи Дестроила. Угу. Непонятно, зачем он выпил ману, все равно сейчас. Барус уже давно бетонный. А, нет, подожди, есть у него амулет ману. Он просто его выложил, видимо, ману выпивал и регену. Грамотно. Спрятал так еще. Оп-то урен, так хлоп, койл, ново, фокус. Минус кодой. А кодой есть один, что это был второй. Я думаю, что раз Хэппи ставит экспант, он как... Отвлекающий, он не будет развиваться в март на игрок. Ворпрафт не будет сейчас драться, а это сделано все ради. Копозиционные борьбы, и смотри, как Калурина терпит. Да, да, да. Кидает в сторону, и это по той же причине. Опа-на. Смотри, как хорош позиция для Хэппи. Да, Таурина еще не пришел. Сайланс, кинь, кинь, сайланс. Есть, сайланс, самый нужный момент, ты видел? Инвол, дай, да, да. Он фокусит, фокусит всех хэдхантеров, как раз Кадабисты лучше. Хэдхантеры все ложатся. Буквально еще два хэдхантера, и больше нечем убивать воздух. А, ты как? Такой ловый Таурен, такой бабах. Нормальный размин. Хороший, я бы даже сказал, размин. Секрасный размин. 40 на 45, учитывая то, что все хэхэ умерли. А, еще орк же штампанул в это время что-то, наверное. Хотя нет. Ай, и орка же нет бестиария, он сейчас не сможет даже с этой нычкой нормально деньги потратить. Да. Но орка как раз в такой стадии игры хорош тем еще, что он может не проиграть, скажем так. То есть если андет к нему приходит, он может спокойно Блэдмастером прибежать к андету, там, уроном прибежать на экспант и заставить репортнулся. Сейчас будет 5-5. А помнишь поговорку, которую Оранж любил повторять? Только не в эфире ее. Нет, я, к сожалению, не помню. Но я помню, что там 5-5. Да. Там Пл Нова там. Ну ладно. Нет, ну пусть будет Пл Нова. Пятый Лайвл ДК, почти пятый Лайвл Лич. Да, и пятый Блэдмастер, пятый Таурен Кристо не зачем больше этой карте. Да. Еще один Tiny Great Hall делает Таурен и собирается поставить справую, судя по всему. Мне нужна какая-то. Куда что-то. Меня радует, что фокус не делает разведку. Да. О, это не стандартно, ты чего? Нету такого в корейском ладере. Кто не ставит? Орки ставят, андеды продают базу. Да, это же. Хорошая тема. Андеды продают базу, чтобы делить золото зарабатывать. Кстати, сейчас может быть небольшой крипджек не очень приятный, потому что немного побит орк. Ну, крипджеком я бы это не назвал. Ну да, уже готов. Восемь сельми-то армии тирп дерется с желтой точкой. Кажется, фокус немного далеко, нычку поставил, тебе не кажется? Есть, кажется. Чутка. Ну, может быть, да, наверное. Да, да, да. Ты по рабочим посмотрел так. Да, 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 да. Акалиты эвакуируются. А, он ставит еще одну базу слева. Наш Хэппи. Хэппи остановил игру. Давай, Димка, давай! Убивай его! Не переживаем мы за Диму. Я помню, как на одном из чемпионатов, из самых первых, я за место Экспанда на Экспанде Нолл Стемпли поставил барак. Был очень печален, когда вернулся и заказывалось рабов, а там только грантов можно. Это реально было неприятно. Сейчас отменяет нынчиков. Так, пусть забегает экспанда просто. Да, и убил всех рабов, получил пятого леча. А, то, о чем я говорил, да, а фокус в это время на Майнхайд. Так, фокус в тупую вообще играет. Он даже не сделал разведку не то, что как бы Экспанда второго, он Экспанда первого не сделал разведку. Пусть играет в тупую. А Хэппи успевает, добивает экспанда прекрасно. Ессс. Ну и все. И позиция великолепная для того, чтобы здесь посражаться. Я-я-я-я. Каббддкнай. Блеймастер, Блеймастер. А-а-а, хорош. Надо брызить декураты, по-моему, прямо сейчас. Кажется, нужно сало кидать, да, на Таурена. Ой, сейчас будет стомп. Коэлл Нова. Нет, он не увидел Таурена. Не смог сделать Коэлл Нова. Таурен, стомп. Ну, если Хэппи здесь отбивается, то... Бахс огромной долей вероятности выигрывать эту игру. Светок, да, но сложно. Света, Блеймастер. Нет, нет. Это ничего, ДК нету. Пипец. Но в БМА. Я думаю, что здесь Хэппи ошибся с телепортом. Даже вот телепортно, это аккуратно, и ДДБ. Сложнее было убить героев. А герои, это все. ИНВУЛ, сейчас БМА можно убить. Давай! ИАС! Лети, лети, лети к магазу, к магазу, лети. Сволочь, ты не лечь. Не лети. Шестой Таурен. Пипец, какая игра. Так глупо, а? Одна ошибка. Вот в зигураты к себе с телепортировалась там, где шахты у него есть. И все, и давай нападай. Куда он там пройдет? Как он пройдет? Да, я еще, конечно, неплохо бы было еще пару зигуратов стреляющих. Я же, когда к окну, просуждаю, побольше бы выжег. Но они помогли бы почти всеми, если бы за них телепортироваться. Все бы так плохо не кончилось. Ну что, там, наверное, есть уже вторая игра? Хэппи, да, есть Хэппи на карте Хвайлз. Друзья, сингл именейшн. Одна игра, и Хэппи может проиграть. Но он, конечно, здорово вытащил из очень сложной ситуации. Да, лозер пик. Скорее всего, да. Так, 12 часов там, да, там, спадом, но... Блин, но он же убил нычки, у него, по крайней мере, одна нычка есть. То есть, все хорошо. Ну, на самом деле, если смотреть по-хорошему на эту игру, снова, с пустого листа, то в начале, после какой-то там шестой минуты, казалось, что Хэппи, но вообще никаких шансов на победу нет. Первый ДК, третий БМ, не абсолютно какие-то странные юниты. Т2, Аланда Орка, все стандартно, еще хорошо прокачано, прекрасно Эдемо. То есть, как-то... С другой стороны, Хэппи вроде у него и была такая заманка, он ничего не потерял в своем билд-ордере ни одного юнита, ни рабов, ничего. Но как все вышло, было ужасно выглядело. Но потом Хэппи вытянул, и ТП. Был бы 15 секунд, Мэйнвул по УДК, все бы сложилось по-другому там. Был бы Шейн, с этим рядом, он бы убил БМа. Или просветка. Много. Ну, и Таурена впускать большим инвулом к себе, к двум героям, гулям. Тоже. Ну, как это не пустишь в другой страны. Ладно, стартуем вторую, болеем за Хэппи. Поехали. Слышит, Попробел один, стартуем на счет три. Готов? Раз. Два. Три. Я до последнего ждал от тебя подтверждения, ты тут? Я не уверен. Тут, тут, тут. Ну что, здесь у нас тот же самый билд у Хэппи, фаст ДК, билд пауков, застроит он вторым закуратом своих рабочих. Ну, здесь будет все, опять же, не все, но очень много решаться от того, даст ли хриппи прокрепить орку огра, посмотрим. Но это начало игры, так скажем, будет решаться, то есть, что сейчас будет делать оркор-кор, убьется зелененькую точечку, увидит этого Датк Найта, мешающего ему. И потом, я думаю, что фокус не будет стесняться, либо он побежит книжки крепить, да? Либо он побежит крепить самого огра с билд ластом. Ну, может, на магазин еще как вариант. Как вариант. Магазин сложнее, там очень жирный моб. Я про... Ну, если два гранта у него будет к этому моменту, он там подходит к ним, убивает тролля, покупает сапоги и... Опа-опа, смотри, в Хэппи практически... В Хэппи бы успел пинуть койл. Да, успел бы. Не, ну, он, скорее всего, не успел бы, потому что тот бы, если увидел, что Хэппи делает койл, сделал бы виндвок и потратил бы виндвок на койл. Хотя попытаться стоило, безусловно, потому что... Не, ну, винфолк моментально нельзя нажать и ударить. Небольшой... Что-то вроде в районе секунды проходит. Иногда хочется так побольше, но не получается. Сильно. Приходится ждать. Зато хоть одного моба Хэппи же ухил. А-а-а! Чуть не зафейдил, кстати, с этим ранним койлом. Так, ну, вот я как... Все-таки... Фокус не стеснительный парень. Это было сразу, принципе, понятно. Он идет скрипить. Что Хэппи догадается? Догадайся, Дим. Сзади. О, есть! Догадался! Догадался! Молодцы! Так, ну, опачки, опачки. Эй, 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 эй. Ты чего? Ты чего? Пацаны стоят к тебе спиной. Ну, ты чего? Блин, ну, ты... Ну, давай бы там банка манной хотя бы, но... Нет, да, есть, есть. Отлично. О, он скнапа лучше. Я даже забыл, что такое бывает. Поздравляем. Кольцо и жезл похищения манной. Сейчас, правда, может девайсу Хэппи стрельнуть. Ну, да, интересно, конечно, в Хэппи сделал. Так, отлично. Гульку, гульку спасать. Оп, 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 подблочил. Ага, виндвок. И главное, тратит девайс. Он же все-таки стоит там 150 своих голды. Да. Не, ну, там он стопом стоит. Ну, раньше 200, сейчас, кажется, 150. Короче, тратит он его, обычно его продают. И сейчас старается выбиться. Ой, у него перебили лечение еще. Блин, ну как такого не выиграть? Ну, давай. Фокус на стиле... По стилю на РД похож. Это из серии. Пойду закреплю нычку сразу, лавку где-нибудь поставлю. Да, да, пойду закреплю там красную точку двумя грантами. Ничего, что у меня все по 5 хп после этого, но ты же туда не придешь. Ты же тоже любил с форсером с двумя грантами какую-то... Крепить там големов каких-нибудь на низинах? А, нет, ты чего? Да ладно, любил, любил. Не обманывайся. Нет, я с форсером любил форсеры, первый грант крепить оверсера. Да, ну это не страшно же. Ну хорошо. Так, тут пугай у нас побит очень сильно. Опачки, а где лич-то? Леса на личата нет почему-то. А, вот сейчас он наоборот делает сначала зигурат, а потом лича. И, наверное, в этом есть определенный смысл. Ну, это как-то... Ущерб, прошу прощения, все выглядит в хайпе. Какой-то странный билдор за рыбно, т2 он останавливается зачем-то. Ну, то есть, долгое время он сидит на т2. Обычно андеды переламывают игру, так скажем, минутик восьмой, да? Когда у них т3 арба, а у тебя типа еще нет этого всего. А тут получается, что орка, возможно, т3-то будет еще раньше, чем у андеды. Ой, скелет остался, он думал, что может добить им, но не вышло. Короче, в чем суть, с учетом еще того, да, что орка на т2 строит все то же самое, как раньше. Ну, да. ПОДАРОК! ПОДАРОК СУДЬБЫ! Ну, давай, давай. Окружает, убьет одного Гранта, причем тот, который... Блочит гулей! Молодцом! Молодцом! Минус Грант, раз. Да, не паучок, паучок, паучок. И еще крепится, еще сейчас... А где, где Грант в сетке? Он же был здесь. Светит, убивает. Давайте еще сеточку, тролль. Вообще, мне кажется, сейчас надо раба срочно подстраивать и идти застраивать. Какие стихи. Да, ты рэп читаешь просто. Я вообще не говорю. Бывает. Орк на scroll of speed отступает, но у нее первый турент с нулем экспы, а здесь уже наполовину третьей ДК и наполовину второй лично. Но не в риф. В точку. Первый. Быстро очень, конечно, неплохой риф, но не в риф. Перебивает лечение у Блэйда. Ну что, все сейчас может получиться у Хэппи. Тридцать семь, тридцать девять. Почти третий ДК. На город нападет. Давай, давай. Тележки не хватает. И она сзади идет. Вот. Алло, алло, алло. Алло, ты так не любишь рэп? Не, не, нет. Я думал, ты отключился. Я тебя не трогал. Я ничего не делал. Ну ладно, бывает, наверное. Прости, я не специально. То есть я... Мы потом с тобой обговорим. Окей, хорошо. Почему так случилось? Итак, ну вроде все прекрасно, да? Угу. Сетка только делается, понимаешь? У рейдеров даже сетки нет. Мало того, что рейдер-то один, а в прошлой эре, когда Хэппи пришел к Оргу, рейдеров было, наверное, штук пять. Ну, четыре, наверное. Кодой подходит сзади. Значит, гули со скелетами на рейдеров. Финды, типа, отступают от Кодоя. Минус рейдер. А, я-я-я, съел собака. Коил в паука. Сейчас будет третий, третий, третий ДК. Минус гулю контроли. Сейчас будет минус грант очень грамотно. И останется всего три гранта. Ай, паучок, паучок. Минус гулька. Нет, Кодой, 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 убей Кодой. Ой, какой Коил ты видел. Спаси Россию. Давай. И закапывается. Ой, молодец, сейчас минус грант, сейчас будет третий левел, появится второй Коил. По крайней мере, Манна на один есть. Ильич второй. Ты смотри, у Хэппи еще золотом. Очень много, а дерева нет. Да, это гулик бегает. И еще минус грант. И не может, не может помочь Блэдмастер своей армии из-за отсутствия ХП. Подходит. Вот, вот, сейчас Рейдер и Кодой сейчас убить на левел. Ай, нет, надо паучка спасать. Он закопал его. И Крит был, но мимо Крит. Найсово, Найсово. Давай, дави его, дави. Скелет вот в такие моменты жалеешь, да, что не сделал Амгрейд на принос. А этому сейчас бы, сейчас бы скелетиков там бутылочку маной какой-нибудь. Это да. Ну, все, получается, должен дожать. Да, он должен. Главное, по контролю не протупить. Перебивает ли чем лечение стаурена, тоже красивый момент. Ну, сейчас Кодой таки переварил. Да, долго он с ним боролся. Тележка идет. Не, действительно, долго он объел. Ну, естественно, конечно. Фокус по Таурену. Есть один стомп. Тележка приехала. Просто армор даже на гулю. Вот два Кодоев в такой ситуации это очень опасно. Надо срочно убивать Кодоев. Смотри, какой Таурен битый. Таурен битый. Минус один Кодой, Таурен битый. Таурен битый. Таурен битый. Таурен битый. Крит на 100. Передал бутылёк на лечах. Очень хороший. Очень хороший. В шестом. Да и сейчас Блэдмастер он бьет. У него битый Таурен, он Блэдмастера бьет. Ну, Таурен же битый. Битый Таурен? И Таурен можно бить. И Блэдмастера можно убить. Они убрежатся кадры. Битый Таурен. О, очень хорошее подкрепление пришло. Таурен битый. И телега. Кстати, да. Бьют Финда. Да, нужно перебивать лечение из Таурена и из Блэдмастера. Он делает это буквально одним выстрелом. Третий Блэд. Телега, это плохо. Кодой вышел. Еще один. Вот можно Блэда убить. Скоро будет манна на Коил. Убивай Блэда. Маун. Убивай Блэда, давай. Сейчас Фок покусит Кодой, а делает Коил в Кодой убивает Кодой. Тележкула убить в 20-го рынок. Или опять же оставить Коил на Блэдмастер, посмотри, сколько он у него жизней. Да вообще, ребята так не думают о здоровье. Одно одно печалит, что вот сейчас, да, Фокус понял, в чем выдел. Шанс на победу. И нажал двумя кнопками на него. В 1 и в 2, райт-клик, райт-клик. Сейчас примерно такое будет происходить, я думаю. Почти умер Таурен, почти умер Блэд. Скоро будет Коил. Минус Таурен. И сейчас минус Блэд, давай сделаем. Оп, давай, давай. Ай, ай. А, не видно. Убей Кодора. Погладь Кота. Спаси Россию, давай. И вот он. Ааа, бутылёк. Ес, один один. Молодцом, давай. А что же выберет Орк? Там есть ЛТ, я так? Нет, не ЛТ, не ГВА, нет. Печально. Хэппи вытащил вторую игру. Додавил, додавил он его. Так, а это третья игра? Тартл Рок, да, третья игра есть. Нет, пока не появилась. А потом мы будем смотреть игру ремайнда против Тарзана. Слушай, у нас хорошо получается, потому что игры практически друг за дружкой идут. Мы не пропускаем, а то вчера было там четыре матча одновременно, и мы думали, куда вообще, что идти, куда смотреть. Третья решающая игра. Черепашьи скалы. Ближний респаун. Дмитрий Костин играет против корейского Орка. На ЕСОЦ, Олимпийка. У-у-у, решающая игра. Кто выигрывает, тот молодец и встречается с победителем матча Граби против Мун. Кто проигрывает, тот занимает почетное пятое-восьмое место на турнире. Вот. Печально. Да. Почитаю, какие комменты лучше. 56-й. 56-я страница была последняя, 1402-й комментарий. Что-то мне как-то Goodgame лениво грузится. Опять. Не, нормально. Таурен же битый. А, хэппи имба, красавчик. У-у-у, валидола. Но Таурен битый, битый же Таурен. Хэппи жжет. По поводу прошлой игры, игра супер, хотя хэппи и проиграл. Да. Таурен же битый. Ну что, стартуем, Маш? Готов? Да, это печально. Почему печально? Он же выиграл. Ну, ближний респаун, это печально, по-моему, для андеда, нет? Хотя, хотя, криплорд, застроечка там. Да, и тут хэппи решил. Ну и во все, сыграю ее по стратегии Цианида. Да, нет, нет, почему Цианида? Можно просто взять первого лича и перейти вначале и застроить пучки. А не с термором по-доброму так. Так, как я стартую? Давай, раз, два, три. Войска вступили в бой. Вот, есть... Да, войска вступили в бой. Это, сори, что ты звуки частично слышишь. Есть скрытый плюс, мне кажется. Нет, я слышу так. Из того, что ближний респаун, потому что Деката, у него портзадача-то какая? Он ищет БМа, типа харасит, все дела. А тебе не кажется ли печальным, что хэппи играет через один зигурат и фасты два? А он сначала делает нерубку, а потом заказывает второй зиг. Это у него такой билд. Многим, как бы, все равно, если там нарк... Вот так вот. Снимаешь, если грамотно расконтролить, то раб точно один убивается. Неважно, какой там у нас андет, умеет ли он там с рабами вводить сквозь зигурат. Смотри, может успеть сейчас ДК кинуть койл. Да, вот это было бы прекрасно, хорошо. А, вот так вот. Ну и хорошо, пусть бегает, что-то. Хэппи-то свою миссию выполняет. Есть! Есть контакт! Туфлеловкость, правда. Я отстаю чуть-чуть. Сейчас 15, 15, 40. 15, 45. Еще один койл. Еще раз добил. Нет, не добил. А это... Добил, добил. Это от рабочего 25 текстов. И второе добил, он все точку собрал. Сейчас 16, 15, 16, 20. Хэппи, хэппи. Ну вот, опять же, по-моему, сейчас можно просто хэппи пить Рабаи. Это так печально будет на дистанции, как любят говорить, в одной игре. В покере, что ли? Да нет, ты что ли? Команда Комкер. А, точно. А ты, кстати, смотрел интервью с Пойнтом с турнира Компинг? Я... В целом, я имею в виду, я имею в виду, я так скажу, гуглю Пойнта вообще. Повсюду. Смотрел интервью. Настроение поднимает, стал с утра. Открыл YouTube, Вел Пойнт. Угу. Да, это... Ну вот, ты сам знаешь, как... Конечно, конечно. Это... Хорошо, хорошо, мой мастер, ничего не сделал, но он как-то кратит. Но Зигурат успеет все равно достроиться, как бы, не критично. А хотя он до второго паука не успеет настроиться. Подождено, ну да, он же в отмене. Почему, потому что вдруг нет. Как-то хэппи, че-то, я не люблю первый датчик на это, мне кажется, он такой пищу, беспомощный, без своего, но видишь, он все точку собрал. Вот, там, где был орг. Еще бы девайс стрел, вообще было бы шоколадно. Сейчас проверяет точки слева, справа. Увидел, что Грант бежит вниз, ДК должен был понять, что... Где и чем занимается БМ. Опа, пол, пол, черепахи не любят, ненавидят Гранта. Ой, молодец. Это минус 30 голды, 33. Как минимум одну за маску придется потратить. Подожди, там еще сейчас добьют его, смотри. Мелкие черепахи плевали в него по полной. Оп, еще один койл, вызвал скелетов, перебил лечение с Гранта. Молодцом. А фокусы, кстати, выпало... Сколько за Гранта дают? За это вот дадут даю, да? 60 дают. Да, дадут ровно левел. Ровно при ровно. Правда, не догнать. Это проблема. Дадут-то дадут, но вот... Левел убегает. Надо встречать левел. Надо его встречать на мейни, у ворка сразу же. То есть бежать сейчас в центр как-нибудь, или даже направо. А если здесь скелеты отстают? Так, ну сейчас... Худо, у тебя же не было столько лечения, как ты всех замазал. Вот он увидел. Даже не... Да нет, койл. Все, второй левел. Ровненько. Тютелька в тютельку. 200. Да, еще давай давай лечение скелетами с центрального сбей, и будет вообще шикарно. Из Блэдмастера. Все, из Блэдмастера сбей. Фух, слушай, а ситуация-то хорошая. Ближний респаун еще особенно в той стратегии, что... Фокус молодец какой-то. Реально можно просто раба убить. У него же фаст, течь, фаст. Это очень плохо. Войска вступили в бой. Фокус. По отработанной, так сказать, играет. Угу. Молодец. Хэппи. Вырубил лес. Мне очень понравилось, как Хасов вырубал лес в игре против сокола. На Тэмми или где? А, не знаю, не помню, как эта карта называется. Есть она, Ладар. Ха, кстати. А, на двоих фонтаны все вот справа. Угу, я понял. Да, и он прямо так над своей базой так вырубил лес, чтобы туда поставить драконник. И еще закрылся зигурациями. И, в общем-то, Блэдмастер невидимости даже не видел, потому что там есть драконник, если бы прибежал на мейн. Угу. Типа спрятал. БМ снова его встречает, но лечение не перебивает, к сожалению. Выходит лич. Да ладно, что это такое? Что за криппинг такой жесткий? Это печаль. Аккуратнее. Тут можно закончить игру в такой ситуации. Да, можно. Главное не атаковать. Сейчас просто ни одного морлока дешевого не трогать, ни по кому не стрелять. И они сами отстанут. Тут не разговаривал, на самом деле. Не такие же. Шоу. Там черепаха, предводитель у них. Шадухан, приторм-героем, неужели будет Хиракилу? Просто романная реча. Фокус по своему. Да, и тут. Тележку не подают. Все заморожено. Все заморожено. Все еле хоть. Лечи-Леча. Хорошо. Ох, какой хекс! Да, хекс не вовремя, абсолютно. Классно. Еще просто роман. Молодцом. Где тележка? Тележку хочу. Тележка почти достроилась. Да, тележка нужна. Стреляем по пиону. Всего один койл остался. Барус очень хорошо стоят. Надо быть и уходим. Один паук очень битый. Что там за копка вообще? Нет ее, да? Ой, ДК, ДК. Опять не вовремя он сделал. Хотел до койла, сделать хекс, но не успел. Но тележка пришла. Очень вовремя тележка на самом деле пришла. Все, теми аккуратно надо быть просто. Куда паук бежит? На точке сбора он молодец. Блин, здесь абсолютно нет никаких девайсов. Хэппи, надо быть аккуратным. Он сейчас побежал в магазин купить бутылку. Два бутылки сейчас будет и в обличании маны. Просвет куда же. Успеть бы вернуться к тому моменту, когда... Нет, ну телегу он уже потеряет, конечно. Ну, может, поможет попробовать успеть убить. БМ, БМ можно. Нет, Гранта. Окушить грантов. Может, несколько часов. Двух, нифига себе. Вышел один, но хоть подстроился, окружил второго. Так, так боже, вообще, молодец. Ну, да. Так, 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 так. Было очень сложно. Сдержаться, да? Один, один, один рейдер питый. Именно, держаться. Так. Снова тележка пришла. Сейчас нужно, наверное, лавку в первую очередь, но... Так, сейчас нужно выиграть, короче, продать все здания. Ну, или плавить. Понятненько, можно не продолжать. Но не надо големеть под Барус. Даже такой не надо под Барус. И по камену надо под Барус. А, так больно, так больно. Столько ХП убивает. Так, по закону, и выжили. Кадой. Кадой, где Кадой? Кадой, есть права Кадой. Так. Осторожно, справа Кадой. Да, знаешь, знаки на дороге. Ну, сейчас в плюс хэппи, потому что он деньги не тратит. Ни на замазку, ни на починку. Лимит подстраивает. Зигурат ему нужен под 50. Да, да, да. Гуля, смотри, какая с фрост армором впереди стоит. Такая, давай, нападай. Грамотная Гуля. Ну что, Финды побежал за... Да, вот смотри, смотри, он закупается. Хотя бы сколько ты демжи получил? Блохо, да. Что такое наглое бегает? Вообще, перед нацелился на него. Хэппи, хэппи, давай, 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 бей лечение, бей лечение у него. Увидел лишь, кажется. Нет, не увидел. И сейчас фокус стал таким образом, чтобы ловить подкрепление хэппи. Это да. Да, это да. Но прекрасно еще то, что помимо того, что орк сейчас тратится постоянно на замазку, еще то, что рабы постоянно чинить магазин, они мало того, что не добывают золото, они еще его и тратят. Но лес. Очень кажется, будет атака. Да, да, да. Да, да. Накидывается на рейдера. Кадо идет, есть паука. Пауки, пауки, пауки. Кадо никого не съел, молодец, ну, пусть, пусть, пусть. Ой, смотри, как он рулет паука. Он там, пытается, пытается, катается. И второго. Бедные Кадоев. Кадоев, да, обижают. И фокус щелок. Еще площадь тележка МКДОев. Лол. Когда они едят, они когда от них не получается съесть, они расстраиваются. Они не расстраиваются, они стесняются, они начинают стесняться, и они у нас сахара. Минус сахара и... И нас все кажется. Ай, молодец. Ай, молодец. Давай. Ну, ой, ой, такая штука еще. Да, еще лего. Можно окружить. Нет, нельзя окружить. Можно не окружать, можно просто прийти и убить, как бы. Замазку купил. Сейчас нужно лечать, сейчас перебьет лечи, 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 лечи. Нет, не перебил лечи. Лечи, леча, перебивай лечение. Лечем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Паука убьют. Хорош. Просто армор. Чик. Закопочка пошла. Ой, покадой, как здорово. Съел, умри. Два ловелапа. Второй койл. И маны накоил уйма просто. И минус второй кодой. Яс, давай, дави его. Да, но тут... Сейчас кажется, БМ умрет. Кажется, он койл не переживет. Да. Да, прекрасно. Тут сработало немного наоборот. Ближний респаун сработал на нашего хэппи. Да. Тележка еще пришла. В любом случае эпичный полуфинал. Это просто... Либо... Либо грабили, либо монота. Все-таки я... Надеюсь, что это будет мол, хотя, конечно, граби орк и граби. Какой орк? А... Шансы все-таки... Раз и другая. Было бы интереснее. Помимо того, говорят, дисбаланс? Я-то не знаю. Какой дисбаланс? Все уже койлы пошли в гранд-оу. Видимо, на данный момент спит. Ну, спит, но лежит на клавиатуре. Он же упокой собирают девайсы. Джи-джи! 2-1! Хэппи чемпион! топ-4 по крайней мере топ-4 учитывает обилие орков через первое будут играть за третий месяц да будут конечно за нет перешагнул он через труп первого зеленокожего ну что давай тогда посмотрим игру тарзану против ремайнда тормоза на путь прямо на две игры по 14 минут 300 медуза хвалился сейчас стоп старт стрим и вернемся